ДК Александра Викторовича Силкина Соглашение подписывают Генеральный директор акционерного общества Тула Желтармаш Марах Игорьевич Дебиулит и заместитель председателя правления Статсекретарь Евразийского банка развития Андрей Анатольевич Крайлер Предметом соглашения является сотрудничество в рамках обеспечения деятельности и развития акционерного общества Тула Желтармаш предприятие, специализирующегося на транспортном машиностроении и осуществляющего разработку и производство инновационных путевых машин Александр Викторович Приветствую всех участников Год назад, именно на этой площадке мы дали старт проекту по созданию наушно-производственного комплекса в сфере железнодорожного машиностроения Я выражаю огромную признательность и благодаря руководству Тула Желтармаш Алексею Геннадьевичу и лично вам Андрею Александровичу в том, что за этот год я не чувствую вас поддержку За этот год вы инвестировали непосредственно Тула Желтармаш порядка 500 миллионов и создали порядка 150 рабочих мест Сейчас перед нами стоит более агнициозная задача подписанная правительством Российской Федерации программа по развитию международной отрасли 2021 года В программе поставлена задача внедрения новой технологии по производству ремонта пути на железнодорожную гидростоптуру Решение этой задачи необходимо инвестировать в создание нового высокопроизводителя универсального путевого комплекса С этим вызовом внедрения универсального путевого комплекса мы увеличим выработку непосредственно в порядке в три раза от существующих технологий по производству работы ремонта пути на железнодорожную гидростоптуру Это позволит нашему задачу статистического развития и коренной модернизации ремонта пути на железнодорожную гидростоптуру В сегодняшний днём мы также подписываем увеличение объёма инвестиций от прошлого года до 2,6 миллиарда рублей непосредственно на реализационную площадку а также непосредственно необходимо финансировать изготовление и внедрение новейшей путевой техники на железнодорожном транспорте и готовить контракт с нашим заказчиком ОРЖД в объёме чуть больше 50 миллиардов рублей за этот год мы также сделали кое-что из образцов новой техники ОРЖД это высокопроизводительная машина которая не имеет аналогов в мире при достаточно высокой стоимости относительно порядка полмиллиарда данная машина делает у рыбок в 2,5 раза лучше чем лучшие аналоги мирового уровня стоят в 2 раза больше я рассчитываю на дальнейшую подняжку непосредственно правительство то есть полностью нашли Андрей Анатольевич Добрый день коллеги, добрый день Алексей Геннадьевич мне очень приятно присутствовать на этом подписании ровно год назад примерно в этом же месте мы подписали первое соглашение с Тулой Желтурмаш хочу сказать, что банк настолько поверил в эту компанию мы вошли в капитал этой компании мы являемся совладельцами Тулы почти на 20% и хочу заметить, что коллектив ЗАГа всё то, что он обещал, выполнил и даже перевыполнил год назад Александр Силкин здесь прообещал что он создаст новых 60 рабочих мест создано 200 рабочих мест он пообещал увеличить заработную плату и он её увеличил чуть-чуть выше, как порядка 47 тысяч чуть выше, чем в среднем по количеству регионов то есть компания стабильно развивается компания создала абсолютно новую инновационную машину могу заметить, что три страны в мире имеют подобные роды компетенции в желтуртехнике это Россия, Соединенные Штаты Америки и Евросоюз эта машина, которую создали в Туле, аналогов не имеет и это не красивые слова это сигнотарно и некоторые американцы посмотрели и сказали мы такую не сможем сделать эта машина реально 20 герой поэтому мы верим в эту компанию мы подписываем новое соглашение мы двигаемся дальше вперёд а для региона здорово то, что компания растёт растут обороты, значит растут налогоочисления и увеличивается количество рабочих мест класс, поздравляю всех благодарим вас Андрей Анатольевич, здорово, что с удивлением у вас были какие-то сомнения, что Тульская область при первом подписании могла не выполниться обязательства? вы нет, сомнения были в этом человеке но он оправдал доверие потому что он был под нашим контролем спасибо